Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 26 мая, 6 утра, вышла пораньше, пошла поработать в теплице, потому что пасынки растут как бешеные на томатах, надо их периодически удалять. А прогноз погоды у нас на сегодня, синоптики выставили, 31-36 градусов по Алтайскому краю. Представьте, что будет днем в теплицах, поэтому приходится вставать пораньше. Вот сейчас 6 утра, 7 час, и в течение часа-полтора можно будет поработать. Заметила сегодня первый раз за последний период страшное небо. У нас же было всегда такое, я вам показывала, чистое синее-синее-синее небо. Вот такое вот небо не очень, ну с этими темными пятнами, с тучами. Я все боюсь града, потому что нам обещали, ну сколько раз приходили эти смс-оповещения, что возможен там град ливневый, дожди. Но обещание синоптиков не сбылось ни разу, градов у нас в последнее время не было. Но такие черные тучи меня, конечно, очень пугают, это страшно. Кажется, что вот из такой как раз, из черной тучи, или это облако, не знаю как назвать, может вывалиться град, и вообще все говорят, после вот таких жарких-жарких периодов могут быть разные вот эти явления, как то бури какие-то, смерчи, град. Ну короче, что-то не очень хорошее. И жалко будет, если пострадают томатики мои, которые уже в таком во взрослом состоянии. Ну конечно, если град вывалится, тут пострадают не только томатики, но и морковка, которая недавно взошла, и картошка, и все, что высажено уже на улицу, капустка молодая. Вчера был видеообзор длинный, сегодня будет короткий, потому что тороплюсь идти в теплицу. И сразу хочу всем объяснить, что сейчас работы все больше и больше. Вы понимаете, что высадок у меня уже высаженного много, все требуют ухода, еще такая жара, не везде капельный полив положен, где-то со шлангом приходится, где-то из леечки. Поэтому видеообзоры, которые я утром снимаю, я иногда в течение дня не успеваю даже смонтировать. Их же мало снять, если бы просто пробежаться по огороду снять. А нужно же сидеть за компьютером, еще через программу видеомонтажа прогонять, потому что из разных кусочков. И поэтому они, возможно, будут выходить с задержкой. Вот видеообзор за вчерашний день я выложила только сегодня в 6 утра, потому что вчера не успела из-за жары, из-за того, что повышенный уход требуется при такой температуре растениям. И потом уже сама устаешь к вечеру. Поэтому видеообзоры иногда будут с задержкой. Но задержка небольшая, на один день. Все, сейчас пройдем по огороду. Но, как я уже сказала, будет сегодня видеообзор очень-очень коротенький. И когда высаживала я томатное поле, вот где у меня 500 штук, там, конечно, проще. Там прямая территория. Просто копай, делай, редки высаживай. Но когда начинаешь высаживать вот на таких вот, на местах, не приспособленных для выращивания растений, конечно, дело идет намного медленнее. Я вот вчера, позавчера высадила всего 20 штучек вот на эту грядку. Вчера высадила всего 20 штучек. И у меня еще осталось, вот тут, видите, вот эти вот катакомбы надо все разбирать. Вот еще одна грядка готова. Как только я дойду вот до этого забора, все это нужно убрать. Пока собиралась высаживать, тут уже малина из-за ограды приползла. Там за оградой малина. Вот как это досажу, так все. Высадка томатов у меня будет завершена. Несмотря на очень жаркую погоду, вот эти вот перцы и баклажаны, которые ждали очень долго, когда я их высажу, они, ну как, не завяли, ничего с ними не случилось. Никакие перчины, теперь уж три дня прошло после высадки, никакие перчины не отвалились. И даже, вот он, видите, и даже баклажан завязался уже один. Вот это будет первый баклажан. Конечно, те листья нижние я буду удалять, которые при долгом стоянии в стакане немножко пожелтели. А вообще в остальном вся грядка стоит бодренькая, хорошо выглядит. Мне кажется, вот здесь вот перцы будут даже раньше, чем в теплице. Я не забываю каждое утро заходить в чудо-теплицу. Помните, я говорила, что колорадских жуков привлекает вот эта вот белоснежная ткань? Еще здесь же я вылавливаю двоих хвосток, которые тоже могут сильно повредить. Их тоже, вот это вот, кружит голову, вот эта белоснежная ткань. Почему-то они тоже любят на ней посидеть. Здесь вчера, а нет, в воскресенье выловили с внуком здесь две бабочки. Кто они, бабочки-белянки, наверное, капустницы какие-то. И бабочки тоже соблазнились на эту белоснежную ткань. Так что вот это у меня будет, наверное, в течение всего сезона ловушка для насекомых-вредителей. Ну все, пока не наступила удушающая жара, сейчас пойду вот в эту вот теплицу, где я вчера говорила, там помидоры-каторжане уже во все стенки уперлись. Буду их немножко ограничивать, прореживать кроны, посынковать, подвязывать. Полный комплекс услуг им окажу сегодня. Продолжение следует...